Привет, друзья, уважаемые подписчики. Для тех, кто здесь впервые, меня зовут Дмитрий Домбровский. Я гипнолог, персональный наставник, психотерапевт. В течение 35 лет я помогаю людям разобраться в собственной психике, обучаю навыкам работы с подсознанием, самогипнозу и саморегуляцией. В общем, учу людей извлекать ресурсы и способности из собственного мозга. В течение многих лет здесь, на своем видеоканале, я опубликую так называемые слептреки или интеллектуальной медитации. Их можно рассматривать по-разному. Для кого-то это источник новых знаний и откровений, для кого-то это просто рассказанное монотонным голосом, под монотонную музыку, усыпляющие треки, которые помогают вам заснуть. И то, и другое вещи нужные и полезные. И многим, надо сказать, слептреки помогают. Часто бывает, что человек засыпает после 15-20 минут прослушивания. В этом смысле усыпляющая функция слептрека срабатывает. Весь остальной текст человек воспринимает во сне. При этом в своих слептреках я часто озвучиваю очень важные и ценные мысли, которые, по сути, призваны повлиять на вашу жизнь, на вашу систему взглядов и убеждений. Получается, я вкладываю свои творческие усилия в написание текстов, наполняю их полезными знаниями, а эти знания либо остаются неосознанными, либо вообще пролетают мимо людей, которые не фанатеют от моих слептреков. К тому же я знаю, что слептреки и медитации слушают далеко не все мои подписчики. И понятно, такой способ изложения информации подходит далеко не всем людям. В недавнем слептреке «Исцеляющая сила плацебо» я высказал очень важные мысли. Настолько важные, что мне хотелось бы донести их до вас, до зрителей моего канала обычным способом. Именно для этого я и записываю этот ролик. Вообще, я подумал, а что если собрать самые важные ключевые идеи, разбросанные по многочисленным слептрекам, и озвучить их в таких коротких выпусках с моими комментариями. Возможно, когда вы начнете обдумывать эти мысли осознанно, когда начнете погружаться в размышления, это поможет вам лучше понять причины многих ваших проблем, ну и также пути их решения. Ну, давайте просто попробуем. Это такой экспериментальный выпуск по следам слептреков. Итак, что главное я хотел донести в своем недавнем слептреке о плацебо? Самое основное. Плацебо – это не просто пустышка, как думают многие, как думает большинство. Эффект плацебо – это удивительное психическое явление, суть которого заключается в том, что когда вы начинаете верить в какой-либо препарат или метод, в гомеопатию, в микродозирование, в экстрасенсы, в космо или биоэнергетику, в какой-нибудь колдовской ритуал, в шаманскую церемонию, в гипноз, в саблиминалы, в аффирмации, в любой древний или новый метод, как только вы начинаете верить, само это состояние веры начинает запускать сложные нейронные биохимические процессы в организме, которые в результате и приводят к исцелению. То есть, понимаете, не метод лечит вас, а ваша вера в метод. Не важно, что вы практикуете, важно, как вы верите, важно, удалось ли вам войти в состояние веры или нет. Вот оно, самое удивительное свойство нашей психики. Иными словами, если вы хотите исцелиться, избавиться от каких-нибудь недугов, от психологических проблем, вам обязательно поможет абсолютно любой метод, в который вы искренне поверите. И главный вопрос здесь, как и во что поверить. Теперь пояснение. О чем вам стоит подумать? Давайте определимся, что такое метод. Метод – это совокупность рациональных или иррациональных действий, которые необходимо предпринять, чтобы решить определенную задачу или достичь определенной цели. Это определение методов. Методов тысячи. Тысячи школ, направлений, учений. Какой из них может вам помочь? Я говорю, любой. Все зависит от вашего образования, системы ценностей, от вашей картины мира. Не вы выбираете метод, а метод, как правило, выбирает вас. Потому что любые исцеления и изменения происходят только тогда, когда активируются особые нейронные центры в вашей голове. Чтобы понять, как работают и почему действительно помогают различные методы, различные школы, религии. Для начала нам надо понять, во что, в принципе, может поверить человек. Важна его система убеждений и ценностей. Зайдем с другой стороны. Многие из вас читали книги о достижении успеха, работе с подсознанием, методах саморазвития, об исцелении, о духовном росте, о просветлении. Многие из вас читали, наверняка читали книги. Диспензы, Кехо, Сильвы, Зеланд, Франкла, Кови, Ошо, Ауробиндо, Тимоти Лири или Маккене, Уилбера или Роберта Уилсона. Еще многих-многих интересных, известных и популярных авторов. Согласитесь, такого рода литературу человек начинает читать, когда он хочет, чтобы и в его жизни, в его личности начали происходить какие-то положительные изменения. И наверняка вы знакомы с чувством, когда вы вдохновляетесь прочитанной книгой, просмотренным фильмом или прослушанной лекцией. Новые идеи вас окрыляют. Вы начинаете пробовать различные методы практики, психотехники, медитации. И вдруг с горечью понимаете, что у вас получается не все так, как вы ожидали. Или вообще ничего не получается. В чем тут дело? Давайте с вами поразмышляем. У людей, как правило, есть три основных подхода к описанию и пониманию реальности, к пониманию собственной жизни и себя. Эти подходы сформировались у вас в процессе вашего воспитания, в процессе вашего образования. С детства. Человек может думать, что на его жизнь оказывают влияние различные внешние сверхъестественные силы. А также человек может думать наоборот, что на его жизнь влияют его генетика, воспитание, навыки, его способность, знания и умения, трудолюбие, настойчивость. То есть у кого-то все в руках Божьих, а у кого-то все в моих силах. Или есть еще третий вариант. На Бога надейся, но сам не плашай. Это три подхода основных, условных. И эти три подхода определяются вашим индивидуальным мышлением. В первом случае это магическое, религиозное или эзотерическое мышление. Во втором случае это рациональное, материалистическое мышление. Иногда эти типы мышления пересекаются и взаимопроникают друг в друга. В своих неудачах, бедах или болезнях вы можете усматривать кармическое или божественное возмездие. Вы можете считать, что вас прокляли, сглазили или навели порчу. Вы можете искать причину своих несчастий в прошлых жизнях, в энергетических дырах, в лярвах, в слабом биополе, в неудачном расположении звезд, в подселении низких сущностей, в кознях мирового правительства, в рептилоидах. Можно перечислять этот список долго-долго. В зависимости от уровня ваших умственных способностей, образования и воспитания, когда-то вы погрузились в какую-то эзотерическую или конспирологическую школу, в какое-то учение и стали его адептами. И такой подход условно можно назвать эзотерическим подходом. Когда человек искренне верит, что мир абсолютно материален, все процессы, влияющие на его жизнь, судьбу, это процессы объективные. Их можно объяснить рационально, как это делает, например, наука, со своими четко определенными подходами. Никаких сверхъестественных сил и влияний не существует. Все поддается анализу, изучению. Жизнь человека зависит от генетической предрасположенности, условий среды, воспитания и других предсказуемых факторов. Полагаться нужно исключительно на собственное усилие, накопление знаний, навыков, развитие способностей и качеств. И так далее. Это материалистический или рациональный подход. Еще есть категория людей, которые с иронией относятся к эзотерикам. Чаще они хорошо образованы, обладают развитым критическим мышлением, при этом могут считать, что есть нечто типа Бога или сверхразума. Они доверяют науке, но при этом допускают наличие или присутствие пока еще не познанных явлений, процессов, которые либо будут когда-нибудь познаны, либо не будут. С их точки зрения религия не может являться инструментом постижения и познания Бога и природы. Таких людей, которые не отрицают существование Бога, высшего разума и других сверхъестественных сил, но при этом они могут считать, что всего этого может и не быть, мы отнесем условно к агностикам. Вот три подхода. В зависимости от того, какая картина мира была у ваших родителей, воспитателей, друзей, учителей, от того, в какой среде вы воспитывались, что читали, что смотрели, у вас сформировался один из трех условных типов мышления. И вот представьте себе, вдруг у человека случается проблема. Болезнь, несчастье, глубокая психологическая травма, неважно. Человек ищет и перебирает способы решения этой проблемы. Пытается следовать какое-то время какому-то методу, и в какой-то момент проблема уходит. И человек уверен, что ему помог метод, который он использовал. И часто бывший материалист вдруг начинает исповедовать эзотерические или религиозные идеи. Почему такое происходит? Вы можете подумать, к какому типу относится ваше мышление. Каково оно? Как вы мыслите? Из чего вы конструируете свое мировоззрение? От этого зависит то, какой метод, какое направление вам может помочь в случае, если вы хотите справиться с какой-либо проблемой. Под словом «проблема» я понимаю либо болезнь, либо проблемы в отношениях, проблемы с деньгами, угнетенное состояние, депрессии, непонимание себя, жизни, смыслом, все, что тревожит и мешает самореализовываться и ощущать себя счастливым. Так вот подумайте, к какому типу относится ваше мышление? Наверняка оно у вас смешанное, разнородное. Вполне вероятно, вы синтезировали свое собственное представление о реальности. И ваша картина мира состоит как из научных фактов, так и из религиозных или эзотерических представлений. Представлений, сформированных телевидением, радио, газетами, интернетом. Как бы там ни было, вы можете поразмышлять, вспомнить свою жизнь и определить, определиться, что в своей жизни вы больше, на что в своей жизни вы больше рассчитываете. На случайность, на чудо, на бога, на магическое событие, на какой-то подарок судьбы, на колдовство, на какие-то ритуалы, или на себя, на собственное знание, на собственную интуицию, на собственные способности, таланты, умения, качества, внешность, обаяние. Чего в вашей картине больше? Рационального или эзотерического? Не спешите. Вам самим это очень важно понять. Вам самим обязательно важно понимать, как организовано ваше персональное мышление. Сейчас, в эти тяжелые времена, во времена войны, во времена политического и духовного кризиса, у миллионов людей угнетенное, тревожное или паническое состояние психики. И люди ищут хоть какое-то успокоение, хоть какую-то помощь. И люди часто находят эту помощь в разных местах, в разных течениях, в разных школах и методах, системах. Мне кажется, если я донесу до вашего сознания, какие именно механизмы задействуются в процессе восстановления вашего здоровья и психики, вам будет значительно легче ориентироваться в пространстве старых и новомодных течений. Напишите в комментариях, к какому типу мышления вы относите свой тип. И в следующих выпусках я расскажу вам о том, какие практики и направления помогут вам в достижении желаемых результатов. Если вы не хотите писать комментарии, не пишите. Это не обязательно. Просто поразмышляйте над этим. Через неделю я подтолкну вас к еще более интересным мыслям. Вы узнаете, почему на одних действуют медитации, гипноз, микродозинг, энергетические чистки, а на других вообще ничего это не действует. И что надо делать, чтобы это подействовало. Напоминаю, что все это всего лишь попытка поговорить на темы, которые я затрагиваю в своих слептреках и медитациях. О темах, которые я затрагиваю на своих ретритах. Это наше с вами общение. На сегодня пока все. Всего доброго. До встречи. С вами был Дмитрий Домровский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова